всем привет продолжаем знакомиться с языком c++ вот и как видите я перешел на формат таких коротеньких видео но тем не менее не считаю полезные они эти короткие видео и так сегодня сегодня о такой теме ограничиваем область видимости переменных выражениях ив и свич 1 17 стандарте добавилась такая специальная штука вот инициализация переменных выражениях ив и свич вот благодаря вот этому описанному механизму ну не описанному сейчас увидите этот вниз но благодаря вот этому область видимости переменной остается минимальной потому что как бы по хорошему ну признаком обычно хорошего кода является минимальная жизнь время жизни каких-то переменных то есть как можно они переменные должны быть ближе к используемому коду то есть объявление переменных и использования и дальше как бы не надо плодить там глобальных переменных и т.д. и т.п. так вот вот здесь как раз помощью этого механизма можно добиться вот чтобы область видимости некоторых переменных было минимальной так вот смотрите вот такой например примерчик и if у нас есть и вот здесь ну какая конструкция во первых во первых конструкция следующая если есть ив то дальше у нас мы что-то можем про инициализировать но создать когда примерно и есть какое-то условие все вот такая конструкция так вот смотрите что мы делаем инициализируем я и итератор как у что это за итератор например у меня есть дерево в котором я ищу какой-то ключ вот я его про инициализировал чем его пронициализировал вызвал функцию у дерева fine ключ какой-то да вот нашел и сюда вернулся в эту перемену вернулась значение ну результат поиска и вот здесь я теперь его сравниваю если он не равен end ну если я нашел то я что-то делаю с этим итератором все мне область видимость вот это переменной нужно только внутри if а по старому это было бы что-то вот типа вот такого вот вот такого вот смотрите что-то было бы типа такого и область видимости вот этой переменной этого итератор она распространяется дальше хотя по факту мне не нужно дальше возможно мне дальше нужны какие-то другие итераторы но не этот вот то есть я думаю где вы поняли мы область видимости ограничиваем максимально вот то есть вот здесь ограничили и этот итератор виден только вот вот здесь внутри ну и соответственно вот выражение вот очень удобная классная штука вторая штука с со свечом у свеча тоже аналогично идет что-то что мы объявляем до объявляем переменную какую-то ну инициализируем вот а дальше а дальше какое-то условие condition вот то есть здесь инициализации чего-то а дальше condition то смотрите в старом варианте было бы вот так вот и вот этот пример довольно таки показателен потому что ну например для меня я своих уроках иногда бывало такое делаю свеч получая какой-то гетчар но это виндовский гетчар то есть линуксовый тут не подключал но несут вот и мне нужно ну конечно же это все можно убрать и получить непосредственно символ видео но порой бывает что в каком-то кейзе нужно мне еще этот символ куда-то передать вот или еще что-то нужно с ним нужно сделать так вот обычно это делалось вот так вот перед свечом я писал там инициализации а потом свече перебирал эту переменную с помощью кейза да этот объект узнавал что же он хранит и потом в каких-то случаях нужно было дальше что-то куда-то или записывать или передавать и т.д. и т.п. так вот свече теперь можно это тоже сделать как в ифе да то есть можно объявить переменную какую-то инициализировать чем-то и дальше непосредственно само условие что собственно говоря тоже очень сильно уменьшает область видимости вот как здесь так и здесь вот и очень и очень классный примерчик есть вот такой кто работал семью тык сами а вот с запиранием то смотрите в старых вариантах старых вариантах ну что здесь происходит смотрите я инициализирую логгвард что такое логгвард но дело в том что это такая безопасное запиранием ютикс а что значит безопасное ну примеру если у нас где-то что-то произойдет падение в потоке то залоченный mutex если мы не будем использовать логгвард а просто обычно будем l и вызывает функцию логг то короче этот mutex останется запертым навсегда а логгвард это гарантирует того что если в каком-то потоке произошло исключение поток навернулся упал сломался потерялся вот то сам mutex разблокируется ну короче это в кратко так вот опять таки один из интересных примеров раньше раньше для того чтобы что-то запереть запереть делал делалось вот так вот я обычно применял вот такую конструкцию то есть какая-то область видимости соответственно вот здесь запирался mutex а так как здесь есть область видимости то при покидании этой области видимости вот здесь у объекта l срабатывал деструктор и mutex распирался вот здесь же смотрите интересный пример если у нас какой-то поток например есть какие-то данные и процессе работы нескольких потоков или еще чего-нибудь какой-то флажок меняется на true то есть нужно какие-то данные изменить соответственно есть это многопоточное приложение перед тем как менять данные их нужно запереть чтобы другой поток не смог изменить до тех пор пока кто-то меняет и вот очень классная вариант мы вот здесь инициализируем временный объект лог который запирает mutex делаем все действия и когда выходим из этой области видимости mutex распирается ну так сказать открывается и другие потоки ожидающие изменения данных могут тоже приступить к тем же изменениям вот соответственно аналогичные примеры тоже красивые есть для запирания ну для умных указателей да вот точно также можно проинициализировать какой-то шар от ptr передав него какой-то вик ptr и т.д. и т.п. короче возможность очень классный классно тем что она ограничивает область видимости переменных а только тем местом где они действительно нужны переменная l и вот здесь у нас как мы видим вот этот итератор они дальше вот дальше вот этих фигурных скобок не уходят очень отличная возможность убирает синтезический сахар делает код проще и понятнее вот ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока